Братья и сестры, все присутствующие на этом месте, молодежь, скажем славу нашему Господу. Один человек сказал, что Дом Божий – это такое место, куда может приходить молодой и старший, куда может приходить больной и здоровый, куда может приходить грешный и святой. И сегодня Господь даровал возможность нам сегодня не где-то в другом месте, но собраться на этом месте, чтобы сегодня услышать Слово Господне, которое будет сегодня звучать к твоему и к моему сердцу. Мы живем в такое время, знаете, что мы видим, что все вокруг нас меняется на этом свете. Знаете, я сам приехал в Америку в 1997 году, мне было 6 лет тогда, и за эти 25 лет я вижу много чего меняется. Мы видим электроника, другие вопросы в жизни нашей, автомобили, другие, мы видим, что все меняется. Но, дорогие братья и сестры, мы также понимаем, что и люди меняются, законы меняются. Знаете, есть законы меняются, которые в лучшую сторону, а есть законы, которые понимаем, что для нас, христиан, они, может, не помогут. И знаете, братья и сестры, а сегодня мы поменялись ли? Сегодня Господь говорит, ты проверь твое состояние, а я буду проверять свое. Поменялся ли ты в лучшую сторону? Или сегодня, может, ты стоишь на таком пути, что ты сам не знаешь, куда ты стремишься? И мы сегодня с вами будем об этом много слышать. Сегодня Господь будет говорить через своих сосудов, через братские уста, через песнопение к твоему и к моему сердцу, чтобы мы сегодня проверили плод своей жизни. Знаете, Господь сказал, по плодам их узнаете их. По нашим плодам мы с вами узнаемся. Родители, они видят нас с вами по нашим плодам, по нашему характеру, по нашему хождению. Церковь Божья, она видит нас по нашим плодам, так как мы служим Господу нашему. Этот мир, Он видит нас с вами по нашим плодам. Как сегодня мы ходим, как сегодня мы поступаем, но самое важное, это Господь Бог, Он видит нас с вами по нашим плодам. Псалмопевец написал в 32-м псалме, что Господь вникает в сердце человека, Он вникает в твои мои дела, Он вникает в твои мои поступки и наблюдает, каковы сегодня у тебя плоды. Если сегодня у тебя плоды благоугодны, то Исайя 3 глава, 10 стишок написано в такое место. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел свои». Это чудесное состояние. «Скажите праведнику, что он будет вкушать благо дел своих». Но сегодня, дорогой брат и сестра, Господь хочет, чтобы ты проверил, каковы сегодня у тебя плоды. Сегодня братья назначили эту чудесную тему «Плод ваш есть святость». Или результат вашей святости. И мы сегодня с вами будем об этом много слышать. И чтобы сегодня мы, когда сидя на своем месте, мы проверяли свое сердце. Является ли сегодня плод святости в моей жизни? Есть ли тот результат правильного хождения перед Богом в нашей жизни моей? Все в мире меняется. А в какую сегодня сторону я меняюсь? Меняюсь ли я в ту сторону, чтобы иметь этот плод святости и достигать совершенства и той жизни вечной, куда мы все с вами стремимся? Сегодня Господь говорит «Проверь свое состояние». И мы с вами открываем место первое из Священного Писания, о котором сегодня тема я бы хотел зачитать. Это записано Кремленам, 6 глава, 18 стежка. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Из 20-го. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Апостол Павел к римлянам обращается, говорит, «Вы освободились от греха, но когда вы были еще во грехе, когда вы жили, не знали боли, когда вы были отделены от праведности, говорит, у вас были поступки, у вас были хождения, которые вы ныне стыдитесь об этом говорить или думать, но, говорит, вы освободились. В жизни у вас поменялась жизнь ваша, в жизни у вас поменялись приоритеты, и вы поняли, что вы стали рабами Господу, вы свою жизнь поменяли». И этот ключевой стишок. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Знаете, давайте мы назовем нашу проповедь «четыре ступени до святости» или «четыре ступня до совершенства». И я бы хотел вместе с вами немного об этом поразмышлять. Первая ступень – «но ныне, когда вы освободились от греха». Первая ступень – это самое важное в жизни, наш дорогой друг, когда мы с вами освободились от греха, когда мы познали Господа нашего, когда мы осветились, когда мы поняли, что нам надо поменять образ жизни нашей, мы хочем иметь жизнь вечную, и мы делаем этот первый шаг. Мы проверяем свою жизнь, мы проверяем свои хождения, мы проверяем свое сердце, мысли, и делаем этот первый шаг. Освобождаемся от всего, что сегодня не угодно перед Богом нашим. Знаете, давайте мы такую картину представим. Многие из нас летали, многие часто летают. И знаете, когда мы летим на самолете, надо нам пройти, перед тем, как мы можем, естественно, самолет, нам надо пройти ту контроль, надо пройти через ту security. И мы знаем, когда мы проходим, мы ложим тот чемодан, и он идет по тому ремню, по тому белту, он проходит через тот скейнер, и наблюдает компьютер, смотрит, есть ли там то, что нельзя брать на самолет, есть ли то, что может сегодня не разрешается взять тебе. И мы ждем, когда пройдет наш чемодан через тот скейнер, знаете, и ждем, чтобы только не загорелся красный сигнал. А если загорелся, думаем, что же мы туда взяли? Или, может, что же я взял то, что, может, нельзя было взять, запрещается. Как-то недавно мы летели, я видел до меня женщину, и вот у нее чемодан не прошел. И знаете, может, и так стало немного не по себе стыдно, открыли тот чемодан, и она, знаете, там были какие-то продукты, и она объясняет ему, этому рабочему, говорит, они вкусные. Знаешь, я понимаю, что их нельзя, но ты их забери себе домой. Они очень дорого стоили, забери их себе. А он говорит, нельзя, запрещается. Он только принадлежит в мусор и выкнул туда. Дорогие братья и сестры, есть вещи, которые в жизни нам нравятся. Может, музыка нам нравится, но вроде мы понимаем не о Христе, не о Боге, но нам нравится, но мы понимаем, когда мы себя проверяем, оно запретное, оно нельзя, есть фильмы, есть другие вопросы, которые в жизни нашей вроде бы враг так позволяет, чтобы нам понравилось, но оно запретное, оно нельзя, тебе надо освободить свой багаж, тебе надо удалить то, что сегодня не угодно перед Богом. Знаете, и в жизни нашей мы видим другие вопросы. Может, одеяние, может, маникюр, педикюр, другие вопросы возникают, и мы вроде бы понимаем, нам нравится, может, приятно, красиво будет, но если мы смотрим со стороны Господа, Господь говорит, ныне освободитесь от греха, оно тебе не угодно, сегодня ты должен освободить свой багаж, сегодня должен проверить, чтобы не было всего лишнего в жизни твоей, и тогда, когда ты сделал этот первый шаг, ты переходишь в этот второй, второй ступень, мы понимаем, что ты становишь рабом и стали рабами Богу. Это уже чудесное состояние, что ты стал рабом Богу, ты освободился от всего, что в жизни твоей препятствует тебе, ты все убрал, и ты теперь начал познавать Господа, ты начал вникать в учения, ты начал вникать в Слово Божие, возрастать в Нем, чтобы сегодня тебе познавать более и более Христа, чтобы сегодня тебе стоять на правильном пути и изучать это Слово Божие, изучать эти правила и законы. В жизни моей, так знаете, пришел один момент, когда у меня пришло желание еще по молодости стать страховым агентом, и такое вроде бы неплохое желание. Знаем, что многие страхуют машины, дома, другие вещи здесь в Америке, и я думаю, пойду выучусь на агента. И знаете, у многих наших русских и украинцев, которые не могут понимать по-английски, я смогу продавать эту, знаете, страховку. Хорошее желание. Записался мне, если я не ошибаюсь, сдали одну или две такие большие толстые книжки. И знаете, вот оказалось, в чем теперь проблема. Теперь надо выучить эти книжки и сдать этот экзамен перед тем, как тут мне тут лайсенс. И знаете, я так вот начал читать. Листал, листал, думаю, ну вроде бы все о том самом. Некоторые те главы перелистывал. Думаю, ну примерно страховая компания, оно должно одно и то же иметь. Но в итоге, забегая наперед, когда пришел, то день экзамента я не сдал. Знаете, я, может, думал снаружи, примерно знать страховку, это важно. Но если ты все детали не знаешь, ты не знаешь тогда тот экзамен. Дорогой брат и сестра, в жизни нашей так само бывает. Если мы думаем, мы знаем Господа нашего. Мы прочитали 22-й псалом. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Этого недостаточно. Господь говорит, ты стал рабом Господу. Ты сегодня должен вникать в Слово Господне, ежедневно поучаться из этого священного Писания. Тогда ты будешь иметь ту силу. Тогда ты будешь действительно подчиняться своему Господину, когда ты станешь рабом Господа. И когда ты видишь, на самом деле проявляется у тебя это желание, ты возрастаешь, Господи, ты переходишь на этот третий этап. Плод ваш есть святость. Проявляется тогда у тебя и у меня тот плод святости. Видишь плод святости, видя в моих разговорах, в моем одеянии, в моих словах, в других речах в жизни нашей, мы видим, проявляется плод святости. Мы видим, у нас есть жажда сегодня по Господу. У нас есть жажда сегодня приходить в Дом Божий. У нас есть жажда сегодня приходить на молитвенное служение, ношу на спевку и трудиться для Господа своего, потому что проявляется этот плод святости. И конечный итог, ты получаешь тут жизнь вечную. Дорогой друг, но если сегодня ты не будешь соблюдать те степени по порядке, ты не сможешь достигнуть до жизни вечной. Ты должен без первого, не может быть второго. Если сегодня ты не освободился от всего лишнего и жизни твоей, ты не сможешь сегодня ревновать по Боге. У тебя, может, сегодня не будет желания учить Слово Господа, вникать в Него. Если у тебя сегодня есть непотребные вещи в жизни твоей, в твоем багаже, сегодня ты должен освободиться. Когда ты освободился от этого лишнего, тогда у тебя будут эти желания служить Богу. А если сегодня ты не исполняешь второй шаг, если сегодня ты не вникаешь в закон Господень, не возрастаешь от этой духовной пищи, у тебя не проявится третий шаг. У тебя не будут те плоды святости. Ты должен сегодня вникать в Слово Господне. А когда ты будешь возрастать в Нем, тогда ты будешь иметь те плоды святости, из-за которым следует жизнь вечная. Еще одно место я бы хотел зачитать. И мы с вами будем молиться. Записано к евреям 12 глава. 14 стишок. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которого никто увидит Господа. Апостол Павел обращается к евреям и говорит, вы не сможете увидеть Господа, если вы сегодня не будете иметь мир и святость. Дорогой брат и сестра, сегодня Господь тебе и мне говорит на этом месте. Мы сегодня должны проверить свою жизнь. Является ли тот результат святости в жизни твоей и моей? Есть ли сегодня результат того плоды святости в твоей и моей жизни? Сегодня Господь говорит, я даровал тебе эту возможность, приди на этом месте, чтобы ты сегодня взвешивал свое состояние. В какую сторону ты сегодня растешь? В какую сторону ты сегодня меняешься? Да поможет нам Господь, чтобы сегодня проверить свое сердце, чтобы сегодня вникнуть в свою жизнь, проверить, на каком сегодня я ступне. Если я сегодня на первом, то да поможет нам Господь сегодня возгореться, идти на второй. Если сегодня я расту в Господе, да поможет нам Господь, чтобы проявлялись эти плоды святости. Как будут проявляться плоды святости, тогда тебя и меня ждет вечная жизнь. Давайте преклоним колени и помолимся Богу. Аминь.